Ребята, всем привет! С вами канал Насекомолюб, и сегодня мы поговорим обо всех членистоногих, обо всех. Итак, поехали! Членистоногие это насекомые, пауки, ракообразные, многоножки и другие. Я начну сейчас со всех периодов Земли, и пожалуй начну с кембрийского периода. Это когда случился большой кембрийский взрыв, он дал начало всем современным жизням, и так, да и несовременным. Многие считают, что насекомые появились, точнее членистоногие, еще до кембрийского периода, но все же большинство считает, что это не так. Так, раз уж мы вам про эту теорию рассказали, то давайте уже начнем про самого членистоногого, который был найден. Это считалось первым членистоногим, но он не относится к какому-то определенному виду, потому что его не смогли найти, вид его. Итак, потом уже появились трилобиты где-то в Ордовике, или в Силурии. Трилобиты это предки всех современных членистоногих. Они выглядели как мокрицы, плавающие в море, да и до сих пор есть что-то похожее на трилобиты. Мы сейчас, в общем-то, и не о них вообще говорим. Дальше сразу перейдем к каменноугольному периоду карбону. И что же о нем можно сказать? Тогда появились гигантские насекомые типа меганевр. Это были большие стрекозы, допустим. Меганевры сейчас скажу. В меганевры были большие стрекозы, как я уже сказал. Эти стрекозы, как вам сказать стрекозы, они немного были не похожи на стрекоз, но все-таки это были стрекозы. У них были на спине дыхательные трубки, с помощью которых они дышали. И, видимо, из-за этого они вымерли, потому что в карбоне уже было много воздуха, и он был более питательный, более многосодержащий. А сейчас он намного меньше, чего содержит, и его намного меньше. Сразу же перейдем к великому пермскому вымиранию. Тогда практически 95% всей морской и земной фауны умерли. И вместе с меганеврами и другими гигантскими насекомыми. Дальше мы идем в мел, и там уже появлялись муравьи. Да-да, муравьи. Эти тварь еще старше, чем наши дедушки и бабушки. А даже прадедушки и бабушки. Затем мы сразу перейдем из мелового периода в палеогеновый, после великого динозаврового вымирания. Многие считают, что это из-за астероида, но обо всех подробностях вымираний я рассказывал в своем ролике. Он длится 16 минут, вы можете его посмотреть, ссылку, как всегда, оставлю в описании. Итак, сразу перейдем к палеогеновому, неогеновому и антропогеновому или четвертичному периоду. Антропогеновый или четвертичный это наши периоды. Палеогеновый и неогеновый это уже что-то похожее на нас. Тогда уже появились мамонты и так далее и тому подобное. Когда наступил ледниковый период. Итак, давайте уже сразу поговорим о современных членистоногих. Сейчас на земле существуют клапы, насекомые, членистоногие, пауки же, крабы ракообразные. Причем насекомые сейчас достаточно мелкие вместе с пауками. Ну а вот ракообразные большие, если говорить сейчас именно о некоторых видах омаров и раков. Впрочем, если вы побывали на Родосе в одну экскурсию, то тогда вы знаете, как выглядят крабы. Они там буквально кишат. Это Греция, если что. Итак, давайте дальше. Много я не хочу задерживаться на наших периодах. Я считаю, что наши насекомые намного менее интереснее, чем насекомые в других периодах. Но давайте так уже порассуждаем. Чем интереснее, чем не интереснее. Так, давайте хотя бы начнем, что насекомые карбоны и перми были намного больше. Причем пермское вымирание практически уничтожило практически всех. Да впрочем, сам пермский период уничтожил много среды обитания всех больших членистоногих. Потому что все озера высушились, и все хвощи падали, потому что хвощам нужна большая влага, чтобы уцепиться корнями. Они такие большие. Итак, я сейчас говорю про каламитов, не современных хвощей, а их родственников. Итак, вы все знаете этих хвощей в огороде. Долго я зацикливаться на хвощах не буду, потому что у нас сейчас родственники членистоногих. И все остальные. А давайте же все-таки немного вспомним, каких вы членистоногих знаете. И опишите в комментариях, знаете ли вы какие-нибудь древних членистоногих. На самом деле существует много древних членистоногих. И даже еще в меловом периоде, в Юрском Триасе, существовали ручейники. Эти существа существовали давно. Но скоро они научились делать песчаные домики. В одном Юрском озере, что, как описано в книге Антона Нолихова, «Древнее чудовище России» извергся вулкан. И тогда все ручейники вместе с тогдашними динозаврами погибли. Им не повезло, но повезло зато палеонтологам. А теперь давайте все-таки о другом. Какой способ заглянуть в мир членистоногих? Через окаменелости? Не думаю. Как же вы скажете? А я скажу. Через янтарь. Да-да. Вы же знаете, что такое янтарь. Ну, я думаю, вы знаете. В янтаре сохраняются многие насекомые. Или другие насекомые люди. Даже какие люди, животные. Один раз там даже козь динозавра была заделана. Да, козь динозавра, представляете? Это какая удача найти в янтаре, да еще и козь динозавра. Из нее пытались воскресить динозавров, но не получилось. Итак, мы с вами разобрались. Почему членистоногие сейчас такие мелкие? Почему они и почему все остальное? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Пишите комментарии, чтобы не пропускать новые видео. А если вы подпишетесь, мне будет очень приятно. Каждый день я готовлю новую информацию по ролику. Новые видео. А вот интересное задание к ролику. Напишите в комментариях, почему хвощи не могли... Древние хвощи коломиты не могли держаться по земле в пермском периоде. Правильные ответы напишу в комментарии, в видео. Итак, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok